Снайпер вот такой вот, он может делать просто невероятное количество дэмэджа. Ну, так же всякие там Dragon Land, ой, не Dragon Land, а Hurricane Pipe и так далее. То есть недооцененный герой, я считаю, очень сильно. Минус Лешрак, минус Клокер. Какие баны делают Virtus.pro? Просто посмотрите, они уже знают, чем ЕГА могут сыграть. Ну, молодцы. Первая была такая разыгровочная. Да, да, да. Сейчас, вот сейчас, действительно, мне очень нравится то, что происходит в драфте. То есть никаких, по сейвове, аппаратчика возьмем, давайте против Марфа, так все делают. Нет, вот, Снайпер на второй пик вместе с Огром. Поехали играть. Идем разматывать. Да. Уверенно чувствуете, вот нам показывали Нунчик и Рамзеса. А Рамзес за несколько секунд до того, как вы его увидели, улыбался, смеялся, поэтому все у них в порядке. А вот, кстати, Safe Alive, Place of World. Да. Митя, видимо, из твоего клана, ребята, сидят. В смысле, из моего? Ну, они там написаны, надо ставить вам варды, ты только что рассказывал, что нужно было поставить варды против себя. Нет, это да, но так-то я за убийство. Понял. Жестко. Они не из твоего клана. Опять там показывают эту женщину, которая продолжает прятаться. Да, проскоп пропускала. Может быть, это сестра Му или... Не-не-не, сестра Му там в... Да там вся семья мучила. В Ковтиму, да. Осталось 5 секунд. Ну и так, с минус Санд Кинг от Evil Geniuses. Дополнительно. Evil, Штарм Сторм. Ладно. Иван. Я сейчас... Ну... Эх, Александр. Вот... Поводы, кстати, Снайпера. То есть там заехала Патма, я бы скажу, что это будет все-таки Саппорт Патма. Что делать? Будет там бегать куда-то, сера полетать. И Штарм Спирит вот может появиться под такое дело. В целом, да. Против Снайпера он очень неплох. Но вот я уже вижу вот эту вот комбинацию, когда Шаду Демон на миде прячет Снайпер. И откуда ни возьмись, появляется Огр, который ловит, да, своим лицом эту стрелу. Зубами. Нужен еще Фурион, когда, типа, если Шаду Демон прячет, Фурион сразу начинает делать ТП под стрелу. Ловит ее, умирает. И... Слезы, занавес. Грустная музыка. Свардар чуть хуже смотрится. Ну, тоже может на спринте с Даггером, в принципе, ловить стрелы за Снайпера. Фурион в этом вопросе, конечно, посвартивнее. Да. Действительно. Кстати, ну, не знаю. Шторм Спирит. Пока что не такое хорошее, уверенное количество станов и Виртуз Спрос. С другой стороны, Свардар с Даггером. Хотя нет, ну, с Ловдар-то, с Даггером это здорово, но... Продолжение нет. Есть Шаду Демон, который может засейвить с этого всего дела. Из-за меня Снайпер придет с Булгластом на миды, что он Спирит идет в 8-го левела на 42-й мяк. О, кстати, вы правы, вы правы, Александр, а это как-то я этому вниманию не удивил. Ты стоишь, Снайпером стреляешь с Булгластом, выбегаешь на Шаду Демон, с мага прячу тебя, появляешься в Ремнонте, во втором Ремнонте и стреляю. И Огр умирает, ты умираешь, все умирают. Да ладно. Огр убивает за это время двоих героев, пока ты там... И Тавр. Но их-то пятеро, то есть и трое тебя умирают. Ну ладно, хорошо, договорились. Нет, Штарма можно пробовать. Можно, да. Просто сейчас какой-то герой не назови, он в любом случае теряет хуже, чем Снайпер под Булгластом. Абсолютно любой. Что это такое? Ну это коробки, видимо, с этого... С Сиклетшопа. Мы выбираем героя. Алексеич спокоен. Он знает, что нужно делать. Но он вообще молчит, потому что он драйфт с транзит. Тимберсоу. Ну, видимо, просто у них уже есть какой-то план, они понимают, что примерно будет. Но Тимберу попроще, там стоять будет. Да, определенно попроще, но в любом случае, по-моему, Снайпер кидаешь Шрапнель в крипов, и Тимбер уже их особо не добивает. То есть, как сказать, как сказать. Нет, он не умирает на этой линии, по идее, но вот он и Снайперу не так сильно мешает до каких-то шестых уравней. То есть, как раз таки, вот, самый тяжелый левел для Снайпера это первый, второй, третий. Когда у тебя еще нет жестких Шрапнеля, когда у тебя еще угрыни со стана на несколько там жестких замедлений и так далее. То есть, у него вообще ничего даже нет для протеки тебя. А может вообще без Шрапнеля будет качаться? Мне кажется, тут еще в этой игре очень важно, как кто заблочит мидл. Это будет ключевым вообще моментом, потому что, опять же, если хорошо блочит Снайпер, то Огр начинает зонить Тимбера хорошо. Если блочит Тимбер, то Снайпер постоянно будет в опасности получения дизрапшина, стрелы и так далее. Ну, если он сейчас получит первый и второй пачку, он сейчас там раз банды принес, два банды принес, и дальше у тебя уже и второй есть, и урона много. И игра по накатной пошла. И очень большие проблемы могут быть у Тимбера здесь. Хотя, ну, в целом, Тимбер, конечно, не так сильно страдает. Им тяжело здесь будет, наверное, нафидить. Ух ты. Ух ты. Клюв какой. Да. А Бладсикер вас не смущает? То есть, что их было? А Бладсикер против Тимбера это то, что хочется как раз таки видеть. Это говорится, Баян. И к тому же у нас есть... Есть клюв, да. У нас есть свой эксперт. 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 Бладсикер. Совершенно верно. Совершенно верно. И в ответ Алхимик. Алхимик против Бладсикера. Ну... Вы знаете, граждане, в целом, конечно, Алхимик против Бладсикера неплох. Действительно неплох. Но только в том случае, если он успеет нафармить. Потому как Бладсикер в целом может очень сильно помешать Алхимику фарм. Зачем мешать? Ты можешь кидать первый спел на снайпера. Ты можешь кидать первый спел на снайпера. Да, да, да. Блудласт. Блудласт. Блудрейдж. Блудрейдж. И количество урона зашкаливает в действительности. Это так, это так, действительно. Многие, кстати, не рассматривают Бладсикеры вот эту вот функцию. Бальфера. Да, тебе нужен герой, на которого ты сможешь накинуть. То есть, какая-то ланная, возможно, ну, фантомка не особо на рассылке сама. Некого же Тимбера, кстати, кидали. Ну, из вражеской команды, он убивал всех захиливался. Да, есть и такое дело. Бывало. Здесь просто все еще нету героя, который прям вот возьмет и дойдет до снайпера. И сможет его там снести, например, 2000 хп. То есть, Тимбер доехать может, да. Потом он может допрыгнуть, но 2000 хп они его не снесут. И за это время он не успевает всех убить. Посмотрим, да. Но пока очень мне нравится пик ВП. Вот тут прям, ну, что-то необычное. Точнее, как, оно довольно обыденное, но ты... То есть, я бы еще и не его добирал. Не, мне тоже очень сильно нравится пик ВП. Я думаю, они эту игру не отпустят, вне зависимости от последнего героя. Герой, который все меняет, это Алхимик. Он уже был пикнут, но он уже, мне кажется, здесь все равно недостаточно силен. Не, ну, еще не вечер, опять же. То есть, Алхимик все еще Алхимик. У него есть кого бафать. То есть, типа, от Мега не мешает у демона. Ну, уж тем более, сильный забав будет давать. Поэтому, гипотетически... Ну, вот Чен с пиком, это... Это крах. Ну... А, кстати, Чен... Что-то, мне кажется, может что-то изменить. Ну, под Ма, Кор, и как бы на этом все. То есть, все аганки. Ну, Алхимик может быть легкой, наверное. Ну, какая разница, куда-то все не поставь. То есть, у тебя теперь бесполезная хардвиня получает, стопрот. И нету хороших хилплов в центр. Потому что Чен слабее агра. Ну, это, видимо, вот, Shadow Demon Чен, которые будут... Просто жить в миде, пытаться там что-то делать. Я тоже не знаю, как... Дум, четвертая позиция. Здорово. Этого героя мы не видели уже очень давно. Последний раз, когда я помню Дума, это был... Насколько... Если не изменять память, это был Му на The International. Добро пожаловать! В команде Digital Chaos. Лана, вторая... Каспорт, да. Каспорт, да. Каспорт, да. Каспорт, да. Каспорт, да. Каспорт, да. И первое, что нам пришло в мысль. Йолу гейминг. То есть, когда тебя убивают за 15, за 20 минут, и ты понимаешь, что вся твоя дота законтрена, тебе нужно прямо сейчас придумать что-нибудь новое. Вот новенькое. Вот. Ты думаешь, ты считаешь, чтобы все-таки это было придумано прямо сейчас? То есть, это не какая-то там предварительная заготовка, играем Sticker-Sniper. Ну, может быть, некоторые герои действительно были взяты так, что у них был какой-то план, но когда я уже вижу и Sticker, и Slarder, и все это по Думам, это уже реально Йолу гейминг. Да, ну что же, ребят, сейчас мы начинаем с вами смотреть вторую карту матча Virtus.pro против Evil Geniuses. Одна из этих двух команд покинет сегодня турнир. Займет пятый-восьмой метод. И время не поймали у нас Дума. Сразу же в лесу, сразу же со смоукой. И это First Bad в исполнении Сумаила. А, да, ЕГЭ. Имею Зая на Ченни, Сумаил за Алхимика, Артизи, Мирана, Юниверс, Тимбер и Кри за Шалду Демона. Никто не думал, что по ходу драфта, что скорее всего, это будет Тимбер для Юниверса, но так как на нем очень часто играет Сумаила, а Юниверса на этом герое я вообще не видел, по крайней мере, в этом патче. Может, я и ошибаюсь, я забыл свой блокнот, блин, в гримерке. И, к сожалению, не помню это наизусть. Но, в общем, мы видим, какое начало веселое. Но теперь борьба за руну. Теперь борьба за руну, это самое главное. Нельзя давать руны Алхимику. Забирает ее Ноуан, на нижней линице забирает. Все-таки оставляет Сумаилу? Нет, заберет, заберет, заберет ее там Тимберсал. Или они ставят триплу в сложную демона. Да, они все правильно делают. Как бы Тимбер, он довольно-таки уязвим, он довольно-таки некомфортно себя чувствует против Владсикера, потому что тот может повесить на тебя Саленс, тот вообще очень больно тебя будет пробивать. И лучше всего поставить Тимбер против Сладдера, которого он будет разрывать первым спилом. Ну, и ситуация не особо веселая, кажется, на первый взгляд, для Virtus.pro. Но, я думаю, эти парни знают, что делать, потому что поехали. Вторая карта матча Evil Genius против Virtus.pro. Четверть финал Boston Major. Победитель занимает пятый, проиграл, занимает пятое восьмое место и со ста двенадцати тысячами долларов отправляется домой. Но команда, которая выиграет, сыграет, ты посмотришь, ты посмотришь, ты смотришь, что творит. Ты смотришь, что творит Зай, как же хорошо он играет. Но успевает Лил забрать крипа, и теперь Зай не поздоровится. Да, дух с этим крипом может идти, размениваться вечно. Так, Сумаил в миде уже не весело, но опять-таки будет очень сложно здесь стоять от Химику против Соло и Ноуана, и действительно должен Огры здесь помогать. Причем помогает чуть сильно Рамзес, оказывается, он на нижней линии против Юниверса, а Паша на топе. Да, Рамзес придет вниз, и теперь тимбер для него не будет какой-то проблемы. Ну, это где-то уровня до пятого. Он просто будет забирать всех крипов через топорик и первый спел, и у него будет большое количество демоджа, поскольку у нас и Сумаил в миде потихонечку страдает, ну и также вот там сверху тоже какой-то демодж герои получают. А стоит ли свапать линии сейчас команде Evil Genius'у? Стоит ли отправлять сюда кри на подмуды, чтобы она стояла? Потому что у Юниверса, скорее всего, здесь будет неприятно. Рамзес, вообще, Блаттикер очень слаб против дабл-линий, которые способны убивать. Мирана, Шадоу Демон, это вообще одна из самых сильных дабл-линий, которая дает огромный демодж вначале за счет израпшина, за счет стрелы, за счет Старшторма и Солкетчера. Как бы этим нужно пользоваться. Но ЕГЭ пока этого не собираются делать. ЕГЭ, я так понимаю, пока что все устраивает, потому что так они могут бегать в вечность. И вопрос лишь в том, как сыграет Дум и сможет ли он найти Чена. Ну, пока нет крипов. Мы видим, Юниверс наглеет против Рамзеса. Мы прекрасно понимаем, что Рамзеса надо всего на все добивать крипову. И все будет здесь хорошо у него против Юниверса. Это он... С этой задачей Рома справляется на ура. Но вот мы видим, Юниверс отзонил его от крипов. Не совсем-не совсем весело. Юниверс неплох. Юниверс прекрасно знает, как надо работать против Блайтсикера. Юниверс прекрасно знает, как надо стоять на линии. Не только на сложную, но и на легкую. Как стоит, собственно, Соло-лайн. Ну, Иль-Лил, задача которого, конечно же, на Фармите. Задача которого было изначально вырубить Чена. Чена он немножечко приостановил, но дальше мы понимаем, что от Лила требуется стать фактически кор-герой. Ему нужно будет все время брать крипов Чена. Ему нужно будет бегать за Ченом до посинения, чтобы Чен, допустим, не смог выйти на сложную с Мираной Шаду Демоном, чтобы он не смог, допустим, забрать Рамзеса через какого-то крипа сеткой. И, в общем-то, Лил с этой задачей справляется. Он в очередной раз заходит во вражеский лес. Он смотрит на Чена, но там иллюзии, поэтому очень тяжело подойти. При этом Чен держит крипа в центре, так что Лилу просто не может ничего сделать. И он идет в обход. Да, надо-надо Илье здесь искать, собственно, Зая. Вот он приблизительно знает, где находится Зая. Тут Зая еще пытался сделать даблстак, у нее там, он не получился. Я не увидел. Решил Чен помочь алхимику в миде Кентаврам. Еще и иллюзиями. Ну, более-менее, кстати. Хорошая помощь. Слушай, ну, она так неплохо распил. Проблемы у Соло могут быть. Здесь у нас Зая, здесь же Крит, Стан от Кентавра. Соло проседает, и там снаем висит. И это еще один тракт на Соло, зарабатываемый Крит. Вот что и говорилось, как бы, Shadow Demon, Чен. И если ты получаешь хорошего Крипа, то Disruption, Стан, и ты никуда не денешься. Даже без Мираны. Да, даже без Мираны. Ну, пошел Лил, пошел за Сумаилом. У Сумаила могут быть небольшие проблемы, но не успевает с нами, первое, повесить картечь. Пошел Хадукин и подблочил Крис Сумаилом. Сумаил все равно выживает, хорошо. Очень близок был Лил, чтобы убить вовремя. Прилетел сюда Крит, для того, чтобы засейвить Сумаила. Да, Сумаила здесь распечатали, его тут же отхиливает, возвращается в Мид. Пармить у нас Алхимик, ни в коем случае нельзя терять ему время и так далее. Очень неплохо сейчас титр нам дали. Тут же убрали, спасибо. Соло снизу, Соло снизу надо помогать Рамзесу. Рамзес 24-16 на 1 у Юниверса. В принципе, я думаю, Рамзес обошелся быть здесь и без помощи Соло. Да, я думаю, в принципе, Соло нет смысла бегать Тимберу, у которого есть пассивочка. Пассивочка будет на троечку, и бить Тимбер вообще нет смысла. У него слишком много армора. Лучше всего продолжать Угармагу, бегать и каким-то образом защищать снайпера в Миде. У Паши мы видим дела тоже не Ахти. 5-1, у него Крипстат, очень плохо, все идет на Слардаре. В принципе, на прошлой игре мы тоже видели, что начало было ужасное у Паши, но свой даггер он выправил, в принципе, на нужной минуте. Протолку было мало. У Рамзеса сейчас будут проблемы, у Рамзеса сейчас будут огромные проблемы. Вот он Крит, пошел дизрабшин, есть у нас Турса. Сол кешер, ну и проблемы огромные здесь у Ромы. Очень сложно ему будет уйти. И пытается, пытается, пытается бежать Рамзес за ним до конца Юниверса. Сам же застрял. Ну и Рамзес бежать, бежать, бежать до конца, бежать, бежать. И уйдет, скорее всего. Да, нет, маны у Юниверса. Очень классно сыграл Рамзес, но не доиграл здесь немножечко Чен, который не смог Урса клэпнуть. Ну и... Да, нужно было Урса клэпнуть. Ну и вообще Крип немножечко не тот, Кентар все-таки выглядит поярче. Ну, Рамзесу, Рамзес, конечно, неприятно, но надо, надо ему вернуться, побить крипов. У Юниверса мало маны. Манга у Юниверса нет. С Тимбер Чейна, он пока его не убивает, ждать. Ждать, пока Крипы забьют под вышку. Добить крипов под Блод Рейджем, но немножко не получается у Рамзеса. И приходит сюда Соло. Смоук, тут же Смоук в мид от команды Evil Geniuses. Не останавливается они, как только они стянули Соло на нижнюю линию. Сразу же будет попытка, скорее всего, выйти на Нууана. Либо опять-таки сюда на Рамзеса. Думает, думает, пока команда Evil Geniuses, Соло здесь. Его будет тяжело убить, вдвоем нужно идти на Рамзеса. Соло увидели, да, 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 скорее всего, нужно идти на Рамзеса. Опять-таки не самый лучший Крип у Зая. Мана сейчас будет у Тимбера, и он сможет дать прокаст. Ну, и Крит. Рамзес фуловый, 900 кп. 400 мс, 400 мс, сейчас 391, скачет мс туда-сюда. Все, упал, теперь можно выходить. Смог, не смогли заюзать, не смогли реализовать. Смог ребята из команды Evil Geniuses. Что интересно, что Артизи сейчас находится на базе. Находился, он уже здесь, он уже здесь. И там по вардам сейчас команды Virtus.pro, который только-что свежий вард оставил Соло. По нему пробегается Чен вместе с Shadow Demon. Прекрасно все знают ВП. Прекрасно все знают ВП, они отсюда уходят. И Патма, Ника, хотя будет у нас сейчас Disruption. Прикрывает Соло собой. Соло прикрывает, да, Соло блестящая игра. Соло за Сейвил. Пожертвовал собой. Как же они хорошо играют с Ченом, то есть Shadow Demon. Как же они хорошо сыграли с Виспоми. Как же они хорошо сыграли с Ченом. Они делают очень много полезных действий. Знаешь, я вспоминаю матчи Evil Geniuses в группе. И я еще раз, я еще раз. У них, по-моему, была только одна цель выйти с третьего места. Или не выйти с четвертого. Все, это, по-моему, было один из них цель. По-моему, у них была одна цель просто закончить этот день. И вообще плевать как. Так, главное, чтобы он закончился. И ЕГЭ своей игрой в группе доказали, что, в принципе, не самый идеальный формат No One. Но если на кастует станция будет у нас Чейн, скорее всего, да, проблемы огромные. No One, а Крит начинает с безрапшена. Даже дождались. Соло никак не сможет ему помочь. Хотя, да ладно, ошибка. No One. No One, неужели уйдет? Нет, тычка долетает. Да, это здесь отхилился. Мом отхилился, он выживет. Здесь Соло пытается принять демэдж в себя. Соло загоняет слишком далеко. Соло погибает, но No One выжил. И это, наверное, самое главное. Ультимейт Крита, Крит выживает. Небольшая ошибка от Сумаилда и вообще, наверное, от всей команды ЕГЭ. Видимо, думали, что стрела на 100% попадет. И из-за этого No One убежала на ге. Хотя просто нужно попройти немножечко дальше. Да, абсолютно элементарный был момент стана, нет у Алхимика. Простите, когда нам показывали, не показывали нам его. Я думал, что в качественный Unstable Concussion хотя бы единичку. Но когда у тебя некачественный Unstable Concussion, тяжеловато комбинить с Шедоу Демоном. Да, сейчас Дум, как мы видим, уже заходит не так хорошо, как ожидалось изначально. Сейчас Дум не до конца справился со своей задачей бегать и кушать криппопу Чена, чтобы тот не мог гангать и в свою же очередь пармить. И Чен делает слишком много экшена. Отбиваться от крипов в Virtus'ам сложно, а у Е у них очень и очень мало. И нужно каким-то образом поставить в RDS, чтобы этот момент контролировать. Им нельзя драться Ченом. Пятеро идут в ВП на нижнюю линию. Они рассчитывают, что ЕГЭ будут дефить этот Тавар, но ЕГЭ его отдают. Я думаю, они просто видят то, что сверху навходится Миран. Туда еще подтягиваются все остальные герои. И нет смысла, не смысла перетягиваться. Опередили. Так, Баунтируно забрал Лил. Это хорошо, не достается на Сумаилу. И мы видим, что Сумаилу отрыв очень маленький. 200 голды или 300 голды от Bloodseeker. Это, считай, не отрыв, как на 9-ую минуту. Но Артезис здесь довольно медленно толкает линию. Несмотря на то, что есть у него базилка, крипы все равно понемножку умирают. Но тут минимум готовы, готовы ЕГЭ, в принципе, давать бой, если что. Если будет Virtus Pro дефить. Дефить они, естественно, не будут, поскольку неудобно. Они находятся во вражеском лесу. Лучше там подфармят крипов, поскольку здесь нужно будет дефить пятером. Плюс вообще не очень хочется, не хотят, я думаю, драться Virtus'а. Вот именно та, что у них делает ТП один-второй. Поскольку у ЕГЭ уже стоит вард. ВГЭ видит, как могут сделать ТП на Т2 и ЕГЭ готовы к драке. Ну, Т1-тавр тем временем на центральной линии будут сейчас забрать Virtus Pro. Невал Джинис с Натопи подфушивают. Пошла Шрапнель. Здесь Сумейл мы едем фармит Эншентов. Седьмой левел у Сумаила. Скоро появится у него Армлет. Ну, а Натопи продолжает Артурка толкать линию. У него это получается довольно неплохо. Правда, в Мидис, конечно, Тавр будет быстрее. Virtus'а лучше выглядит. Они забирают вышки побыстрее. Снайпер, под бафом Огар Мага. Также тут сюда Дум подходит. Ну, вообще, как бы они бьют. Ой, егэ, егэ будут драться, егэ будут драться. Они уже рядом. Крис, есть здесь Moonlight Shadow. Можно врываться сейчас под Moonlight Shadow. Универс начинает. Поймали Лила. Юниверс просто разрубит его. Лил без шансов погибает. Паша будет для контратака. Паша пытается идти в контратаку, но поздно. Поздно. 5-0. Пока. Ультимейт партии easy, но уходит. Удивительно то, что ЕГЭ до этого момента вообще не стараются каким-то образом отбиваться, как бы. Все элементарно. Подходит Shadow Demon, дает Disruption, летит стрела. Защиты нет. Против этой комбинации на 100% падает один герой. Алхимик выходит, кидает Acid Spray. И у Virtusoft нет какого-то регена. То есть они будут проседать, проседать, проседать и падать. И вообще, ЕГЭ могут драться. Вот так вот, как они это сделали сейчас. Даже без Алхимика. Что же, Рамзес. 1 300 голды. Мы видим, есть у него на плюс 3-дропс, есть у него ПТшечка. Более-менее, более-менее неплохо себя чувствует сейчас Рамзес. Ну, надо ему больше времени. Надо ему намного больше времени. Ну, вообще, фармить против Алхимика не самое лучшее занятие. Как бы он тебя рано или поздно перефармит. Ну, да, пока с артефактами проблема. В ВП надо что-то придумать. Надо забирать еще вышки с помощью этих товаров. И нужно как-то деньги. Кстати, вот это может быть неплохо еще сбать на Паша, потому что близкая команда, близкая команда. Крит, Крит прячет его. Но теперь все зависит от Артизи, попадет ли он. Артизи попадает стрелой. Хватит ли демиджа под Солкетчером? Хватает, хватает демиджа. Паша тут не уходит. Хотя есть, 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 есть стики, есть стики и уйдет. Лив КД. Ух, прогнали. Ну, во-первых, Infused Raindrops, потом стики спасли здесь Пашу. Казалось, что, скорее всего, это уже не вариант. Рамзес врывается на него. Рамзес подпинит сам стан. Полетела так же торнадо. Проблемы могут быть у Рамзеса. Рамзеса разрубывает еще на запчасти. Ну, да, без шансов. Да, не оставляют возможности Роману здесь выжить. 6-0 на 11-й минуте. Но пока, даже несмотря на то, что 6-0, пока преимущество у EG не критично. Тут еще можно и нужно играть. Не забываем, что у EG все-таки имеется Алхимика. Если ты играешь против Алхимика, соперника всегда имеется преимущество. Ну, как бы, с одной стороны, хочется наказать Алхимика. Пока у него нет радиенсы, как бы, Virtusa могли бы позволить себе это сделать. Но, с другой стороны, у них нету Блинкдаггера на Славдере. При этом они пока не знают, что делать с клейпами Чена. Одного дума явно не хватает. И как-то вот не хочется идти, но не хочется затягивать игру в лейд. ЕГ по всем параметрам смотрится лучше. Сейчас они будут стараться делать локальные ганги. Пока, фармик. Ты знаешь, мне кажется, что как только у Артизи появится многоним, каждая драка для Virtus.pro будет прям супер печально. Я думаю, когда появится у Алхимика Радианс, и сейчас Додемон будет делать иллюзии с Радиансом, это будет уже... Так, так, могут поймать. Паша выехал назад, тут же Инвиз. Очень хорошо по цели. Нам, согласен, действительно, Радианс это будет не вис. И Рамзе Стасикер, он очень хочет реализовать свой ультимайт. Но, как мы видим, какие хорошие варды поставили ЕГ. Они видят то, что сверху никого нет. Они также наблюдают за тем, что снижу опять же высота. Ну, вот Крит как-то вот, конечно, загулял, что-то делать не совсем ясно. Но он ставил варды. Он поставил туда варда Т2 тавры. Вот он первый фраг для команды Virtus.pro на 12-й минуте. Соло его зарабатывает. Ну, наконец-то. Вар там давно стоял. А вар там давно стоял? Да, ну, собственно, непонятно, что там делать. Ну, как бы, если выходит, да, он очень скоро закончится. Как бы, если он уйдет оттуда, то хотя бы уходи безопасным путем. Ну, понаглеть решил Крит. Был за это моментально наказан. Так, снайпер понемножку выходит в Драгонлендс. Артизи, кстати, Артизи может умереть. Подсвечивает. У него нет маны, кстати, на ТП. У него нет маны на ТП. Крип спалил куда он. Но талончиком. Руби деревья. Ну-ка. Они знают, что он где-то здесь. Они не знают, что у него нет маны. Нашли. Не видят, не видят, не видят, не видят. Лил знает, что где-то здесь Артур. Включите бижен от Лила. Лил пытается найти Арту, Артура есть ТП. Браво. Не угадал. Не угадал немножко Илья. Вот, жоп, Артизи. Действительно красиво тут сыграл Артур вовремя спрятаться. Хотя, опять-таки, это не сейбола. То есть, если бы его там нашли, это был бы очень хороший фраг для команды Virtus Pro. Понятно, полетел бы там Doom и так далее. А если бы забрали Артура, это было бы великолепно. Ну, а тут ЕГА сразу же выходит в Смоуганг. Но идут они туда, где нет никого. Они не пушат линию. Вот здесь небольшой момент. То, что они как бы сейчас сюда придут. Ну, из-за того, что линии не пушатся. И, в общем-то, Virtus Pro нет надобности эту линию отпушивать. Они просто никого не найдут. О, и Смоуг хороших. Хороший Смоуг. Прям лицо Сумаилу сейчас залетит. Сумаила поймали. Сумаил в ультимейте пытается его Паша догнать. Тиммейты далеко. Сумаила зацепили. Ультимейт все еще работает. Сумаил получает ультимейт также снайпера. Ну, и тут его должны разорвать. Да, отличный выход. Да, вот хорошо действовали ОВП. Они подпушили центр. Здесь уже при этом заранее стояли ворды. Они прекрасно понимают, что кто-то будет фармить либо лес, либо пойдет отпушивать линию. И наказали Сумаила. В то время как ЕГЭ пробежались вниз, они там толком ничего не сделали. Сейчас они ту линию начнут пушать, но Virtus'а на шаг впереди. Появляется Hand of Midas, тем временем Мурамзес. Конечно, будет пытаться ему держаться на уровне Сумаилом. Да, хоть как-то надо зарабатывать эти пакты. Он прекрасно понимает, что если не дают возможность клипать много фрагов, реализовывать своего героя как убийца, то надо, наверное, фармить. Надо, наверное, зарабатывать побольше денег с помощью Midas'а. Ну и как минимум против Чена, Midas всегда актуально. Теперь у нас есть Doom и есть Midas. То есть, в принципе, Чена можно обескрипить моментально. Верно. Опа-па-па-па, по Invisi здесь. Но тут два героя команды Virtus' Pro. Lil подставляется. Lil'у надо уже прятать далековато, пока находится Паша. Отсюда стрела полетела от Artyzi. Ну и надо еще немножко дэмэджа. Пошел ультимейт по Lil'у. Lil на развороте дает дум, но слишком далеко. Уже Artyzi он успел сделать липы. Еще не попадает Паша здесь у нас с Таном. Ну, крита, конечно, похоронят. Но хотя ты знаешь, ты знаешь, крита. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это было больно. Это было очень больно. Это был Артур, который хорошо дал свой рассказ. Артур, который в последний момент еще поймал себя Doom и при этом успел уйти на Липе. Ну и остался Шаду Демон. Ну и Мансы Крита и вовремя потянувшийся Юниверс. Ты посмотри, что первым артефактом покупает Юниверс. Ну, армор. Все бьют с руки. Армор и защита. Лотус, Лотус. Это сразу же Лотус. А Лотус это великолепная идея. Против Сайленса Сикера, все-таки 6 секунд на руке не валяется. Против минуса Армора Слардера, который можно снять, допустим, с того же Алхимика. Довольно-таки отличный расклад. Я считаю, что Юниверс пока оправдывает свой билд. Если он сделает Лотус, он будет очень хорош. А еще если Лотус повесить на кого-то до того, как ворвется Лилл со своим Doom'ом. Ух, как же это будет весело. Так, Шапнель на хайграунд. Пытаются опять-таки зацепить Сумаила. Есть ультимаид по Сумаилу. Сумаил, Сумаил. Сумаил, Сумаил. Рядом Крит. Ну и вы знаете, все. Ну а начали при этом и Крита. Ну это такой себе сейп получился. Он загулял, как бы он здесь не нужен. Если у тебя есть Чен, то Чен дает ТПшку, твой герой улетает на базу. А иллюзии, как бы, не так уж и необходимы. Ты знаешь, как это красиво работает-то с Дизрапшином. Один Дизрапшин, второй ТПшечку и все. И ничего не сделать. Оп, Крита съел. Да, Рамзес, Рамзес начинает надоедать здесь Заю. Артизи на топе пушит Т2 тем временем. И у него это получается. Есть ТП сюда, снайпер прилетает. Ну, Артур еще побьет немножко вышку и спокойно убежит отсюда. Не успеет. Не успеет сбить. Есть тем временем Драгон Лэнс и 1200 Галдеон Оуана на топе. В миде на Т2 забили Виртуз Проп. 8-3 они проигрывают пока по счету. 17-ая минута игры. Ну и по деньгам приблизительно на 3-4 тысячи, а не позади. Не так уж и много. Дела у Виртуз Проп налаживаются. Да, нормально, нормально все. Можно играть, можно выигрывать. Вот здесь появится скоро радианс. Это, конечно, будет неприятным моментом. Немножечко, потому что Shadow Demon и иллюзии Алхимика это всегда неприятно. Ну, плюс к тому же Алхимика фарма увеличится в разы. Да, тут самое неприятное то, что Алхимик очень хорошо помогает своей команде с аганимами. Как бы и Shadow Demon с аганимом всегда хорош. Тот же Чен, та же Мирана, тот же Темир. Они просто будут разрывать. Поэтому у ЕГЭ есть куда ройти. То есть мало того, что они очень будут сильные в мид-гейме, мало того, что они вначале разрывают, так они еще и в лейтгейме будут иметь по дополнительному артефакту. Да, и обратите внимание, какие стрелы, неужели попадет. Боже, это иллюзия. Но попал. Попал. Самое главное. Обратите внимание, какие чудесные герои под аганимы у команды Evil Genesis. Под массу берет, конечно, сама аганим, но Чен, Shadow Demon и Тимбер. Это три идеальных героя для того, чтобы им тарить аганимы алхимиком. Ну и Вертуса. Хорошее решение. Да, Вертуса видит, как Мирана с Shadow Demon в Гангале иллюзию Дума, и у них это получилось. В это время забегает и Рошана. Рошана Вертуса будут забирать частенько, потому что минус армор это раз Сладдер работает. Два хороших дамагера в виде снайпера, Влад Сикера, где, кстати, Сикер тоже вешает на Рошана дебаф. Ну и также Огармаг со своим бафом. Т2 забирает именем Артура, Аегиса достался команде Вертус Про. Ну и понемножку Меканз вырисовывается у Зая. 400 голды ему осталось до Мекки. Здесь есть Драма Фендеранса и Ильи. Ну пока не так хорошо с фармом все у Дума. Опять-таки идет он на седьмом месте рядом с Пашей, но это говорит не о том, что очень все хорошо у Лил, это говорит о том, что не все очень хорошо у Паши. У него до сих пор нет блинка. Это 18-ая минута. Ну вот уже появляется. Даст можно кому-нибудь отдать все-таки Сладдеру. Нужно как-то паковаться на максимум, чтобы он выживал после прыжка. Там либо Дума, либо Огармагу. И вот как только появляется блинк, ВП готовы идти на очередную выруску. Паши для того, чтобы нафармил он себе на блинк. Так и есть. Паша пока добежит до базы, есть у него уже блинк Даггер. Ну и поехали. Поехали. Сейчас веселая движуха должна быть от команды Virtus.pro. Лилу бы Даггер, кстати, тоже не помешал. Но Лилу бы не даст не помешал. Да, лучшее решение для Virtus.pro это каким-то образом зайти в спину. Как бы в лобовую драться сложно, когда там будет Алхимик толстый перед тобой. Если что, его будет Сэви Чен. И как бы при хорошей позиционке ЕГЭ отбиваются. Но если зайти в спину и убить Чена, то у Virtus.pro огромные шансы на хорошую драку. Побежали, побежали. Вп есть лоту сорб, тем временем у Юниверса. Там крипы на нижней линии подпушуют. Кстати, их можно потерять. Сейчас зай, если быть неосторожным. Мека есть. Есть Мека, да. Есть Мека. Крипов зай к себе обратно возвращает. Все нормально. Все хорошо. Есть умираны Аганима. Мека, Радианс. Хорошие вещи. У команды ЕГЭ. Вот оно, 4000 нетворца преимущества. Учитывая, наличие Алхимика это немного. Вот, преимущество по экспириенсу Virtus.pro. Все нормально. Все нормально, вполне играбельная ситуация. Да, учитывая то, что на стороне у Virtus.pro Roshan, то я бы сказал, что как бы он, конечно, будет отрываться, Алхимик, но они его за счет этих Roshan'ов будут догонять. Так что Virtus.pro, ну, вот пока там не пойдут седьмые слоты, они могут ни о чем не беспокоиться. Драться можно. Появляется Молния Нувана, и пришло время реализовывать АИС. При этом день. То есть будет очень тяжело как-то закинуть неожиданно свою стрелу. При этом заранее Virtus.pro было бы здорово поставить вард. И лучшее решение для ЕГЭ это пойти спидпушить. Ну, в Т2 в миде действительно можно забирать. Артизи там, крипы мы не подпушивают, но пока тавр бить невозможно. Они вот крипов нету. Вышку они отдают без боя. Они вот как-то странно. Они и не спидпушат с одной стороны, и не нападают на вышки. Это огромный плюс для Virtus.pro, потому что тавр, конечно, намного выгоднее, чем несколько секунд фарма Алхимика. Тут же они растопашиваются. Один на топ, один на Т2 в миде. Ну, и Рамзес, Рамзес пармит. У Рамзеса появляется Санжнияша. Ой-ой-ой, там на топе какая-то очень опасная вылазка. Рамзес вообще правильно сделал, что просто перестал стараться реализовывать ультимейт. Смотри, найдут сейчас лордара, но стоит ли крит врываться. Крит проверяет, кто где. Ой, тут очень много людей крит вверх, крит обрау делает просто. И сделает его, кстати. Не успевает бить ТП. Ну, крипов убили тоже нормально. Так вот, Рамзес правильно сделал, что перестал в итоге стараться реализовывать свой ультимейт. Он просто бегает и фармит, потому что, как мы уже говорили, слишком много сейва у ЕГЭ против данной комбинации. И лучше всего не играть, когда у противника и защиты, и просто реализовывать себя в фарме. Так, ну что, Артизия 2000 галды уже нафармил после появления Аганима. Неплохо фармит Артур. Перефармливает уже Рамзеса, у которого, напомним, все-таки имеется Мидас. Ну, а у Алхимика уже есть Тревела и есть уже Яша. Так что Монта Стайл на подходе. Я думаю, это дело одной-двух минут. Очень быстро фармит Сумаил, и это у него получается. Надо поставить в Варт. Смотри, как у вещей летит Виртус Про. Сэнш, Яша, простав, Мека, там, так далее. Богатый, богатый курьер. Саша и Яша у Сикера готовы. И Виртусам нужно срочно заварить Эншиндов, потому что, если Эншиндов будут стоять, и Алхимик будет постоянно их ставить Асидс Фрейм, то он будет неприлично много фармить. Так, но Виртус Про забежали пока вот в чужой вот этот полулесок. Второй Варт поставил туда сейчас соло для того, чтобы был Вижн. Ну и верхняя линия, верхняя линия, две вышки готовы для того, чтобы Виртус Про забирали. Пошел сплитпушит команда ЕГА. Как же ЕГЭ боятся бить вышки, ты посмотри. Мирана не бьет. Вышку сейчас бьет Тимбер. Сумаил вообще фармит лес. И это отличный расклад для Виртус Про, потому что вот они забирают вышку первую, они могут пойти и забрать и вторую вышку, и те же ЕГЭ они обгоняют. У ЕГЭ не самые лучшие крипы на пуш, у них Кентавры. Как бы если бы у них был какой-то Волк, какая-то Урса со своими аурами, то возможно бы у них это получалось побыстрее, но Виртуса, как мы видим, обгоняют. Да, Виртус Класс забил Т2 намного быстрее, поэтому сейчас глиф от команды ЕГЭ, вот он, глиф от ВП уже был, и в принципе могут Виртус Про попробовать, что есть сюда растепешатся. Могут, могут попробовать. Слардар уже здесь, Слардар уже здесь. Будет ли еще кто-то? Да, есть еще одно ТП, это 20 игр, Паша врывается у Артизи, Артизи должен умереть. Ну, нормально, нормально, я думаю, Виртуса выжили максимум из ситуации. Они заденают свою вышечку, они забирают Шадо Девну, там еще поубивали немножко фрипов у Чена, и в общем-то все хорошо играть можно. Ну, 800 голды, 800 экспей, они на этом зарабатывают, но мы увидели, как сложно будет убивать коргероя в команды Сапперс забрал. Я думаю, с другой стороны, если они нападают на одного коргероя и как бы его тп-шат на базу, то если это не алхитры, 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 химик с травелами, то это нормально. Он уйдет из драки, все, его не будет. Останется четыре героя, так что... Да, намного проще, все будет намного проще. Только если вы полностью убегаете из драки, а если вы захотите подраться, то уже соу-соу. ВП идут и давят, ВП понимает, что на данный момент они сильнее, они явно сильнее, они прекрасно ощущают свое преимущество, и они знают, что они особо хочут командой Илджинису с драться прямо сейчас. Илджинису нужно, чтобы Сумаил стало еще плотнее, чтобы у Сумаила стало еще больше денег. Заходит ВП, заходит ВП сейчас в бок команде ЕГЭ, но... Варды, Варды. Да, тут все видно. И Крип, Варды и Крип, но... Чен, 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 есть Мека, прыгает, Паша, отлично, на Чена, Чена тут же зацейвили. С ТП 67-ой стрела залетела в Лилла, Лилл, в лотус дался той же ультимейт, Лилл здесь погибает без шансов, но забрали Юниверс, забрали алхимика, Лилл умрет, но это три в один, пока разберут пользу команды в тус-про, но Ванг, едва живой, пытается догнать еще здесь, и был чуть-чуть Паша! Паша в танк просто по троим, заряжает, пытается убежать, Соло едва живой, но все-таки выживает здесь Соло, Артизи, Артизи забрал снайпер, но он стоит за один против всех, Артизи ничего не может сделать, Артизи столько же демпджа выдан здесь Артизи, но Сумаил забирает еще Соло, Сумаил покрывается, дегонсает Рапсеса, у Рапсеса огромный ему сплит, Рапсес 40 хп, Рапсес живи, Рапсес пытается убежать, Рапсес горит, Рапсес здесь спрей 20 хп у Рапсеса, он выживает, и проклятием не попадает у нас Крид, вот это замес, господа, вот это за руба, как же хорошо с иницилили Виртуз Про, как же быстро они рубили Чена, и самое главное то, что Лил не побоялся дать свой ультимейт в Алхимика, даже несмотря на то, что на нем висел Уолтус, какая разница, ты взял, убил Алхимика, ты погиб, но свою задачу ты выполнил, и байбек выбил, Вилл красавец. Да, действительно, и это почти в плюс 2000 драка для Виртуз Про, это великолепная драка была. Главное вырубать действительно быстро Алхимика, либо Тибера вообще страдает в секунду. Главное не дать ему включить ультимейт, если ты не дал ему включить ультимейт, то он вообще-то не такой опасный, как бы Регена у него маловато, да и бегает он не так быстро, следовательно, Виртуз А двигаются в правильном направлении. Слушай, а Рамзе-то там до сих пор остался, они сейчас будут пытаться убить Алхимика прямо здесь. Нет, лучше убежать, лучше убежать. Рамзе-то говорит, нет, я поклюгаю домой, ребят, солен. Браво, Рома! Мьёльнир появился у Нумана, есть Харикенпайк у Нумана, тоже неплохо, 25-ая минута, 12-8 пользу ЕГЭ, но по деньгам Виртуз Про отыгрывается. Вот он повтор, смотрим на Лила, смотрим на Лила. Ну, во-первых, Зай, Зай вырубает очень быстро. Да, Зай вообще есть Мека, и вот смотрите, Паша первый прыжок в двоих. Он зацелили, и Сумаил вынужден пострадать. Как бы Лотос повесили, Лил, конечно, уже умрет, но он свою задачу сделал полностью. Ну, Ван там каким-то образом выжил, непонятно. Потом еще имитация того, что Виртуза убегает. Смотри, сейчас еще один ринг от Паша, потом Паша. На! Просто... Паша, Паша, конечно, вливался очень хорошо. Но тут Артизи, Артизи просто лип в один конец, но Вана он добил. И сейчас тут сработает еще раз Старшторм, и буквально чуть-чуть не хватает для того, чтобы добить Рамзеса. Веселый, веселый был файт. Но он Зай. На ваших экранах. Контроль. Этот же Леша, который вытанковал много, подрался хорошо. Так, ну теперь ЕГЭ, они, скорее всего, не смогут пойти почту. Вертусами и слишком хорошую защиту. Это Шрапнель. ВП проигрывает меньше пяти тысяч, при том, что играют против Алхимика. Нет, вот при такой игре я бы сказал, что ВП потихонечку начинает выигрывать. Потому что Алхимику нужно вообще обгонять всегда. А тут как бы против Алхимика есть чем бороться. Там и минус Армора Славдера работают хорошо. Там же и Дум с аурами. Там же и Огрма, который забафает снайпера. А снайпер это довольно-таки симилейт. Особенно под высокой скоростью атаки. Ну и самое главное то, что Рамзес дает ультимейт. Кинул ультимейт. Алхимик должен стоять на месте. Алхимик побежит. Будет больно. Да, придется кого-то сейвить. Кому-то придется сейвить этого Алхимика. Надо опять-таки эту комбинацию Change of the Demon проворачивать. Ну и DK. DK, который играет очень осторожно в этой игре. Они не лезут, они не наглеят, как они это делали в прошлой игре. У них нет Трин протектора, который дает им бешеный вижен. Они не контролируют карту так хорошо, как они контролировали до этого. Молодцы. Да, Doom покупает Владмир. Замечательный артефакт для вероятности. Бафает и Снайпера, бафает и Bloodsicker. Учитывая то, что все это еще по скорости атаки дэмэджа будет довольно-таки много. Ну и самое приятное то, что Doom бегает по замесу. И многие не собираются его фокусить. Конечно, первая цель это Снайпер и Bloodsicker. Но когда у него большое количество аур, его нужно вырубать сразу. Стоит ли собрать Линкенсферу условному Алхимику? Да. Много кому стоит собрать Линкенсферу. И Тимберу стоит собрать Линкенсферу. Возможно, Миране стоит собрать Линкенсферу. С одной стороны, они контрят минус армора Слардера это раз. С другой стороны, защита от Doom всегда полезна. Так, ну что же. Идут ВП. Идут ВП. Т2 Таврович хотят не забрать. Потому что раз они подрались здесь хорошо, надо бы подраться еще раз. БКБ появилось у Ромы. Это очень хороший артефакт. У Virtussov сейчас самая главная задача просто отгонять Алхимика от Bounty Run. Если Алхимика к Bounty Run не пропустить, то он будет очень мало фарм. Ой, зоопарк! А вот это неприятно. Ну, только одного Солха потеряли. Но все равно это неприятно. Если Алхимика не будет поднимать Bounty Run, то первое, можно будет в любой момент пойти и забыть Рошана. Это раз. А во-вторых, вы просто будете держаться по фарму наравне. ВП. Все правильно делают. Да. Ну, тут не успеют ЕГ прийти. Я думаю, на месте ЕГ сюда идти самоубийство. Они просто не успевают. Очень хорошо Virtussov зонили. Да. ВП не печальность, когда заходят на Рошана. Они прекрасно понимают, что они здесь будут сильнее. Они забирают очередного Рошана. Забирают Аегис у нас на 1. И ближайших 6 минут, ближайшие 5 минут будет очень сложно в команде ЕГ. Ну, Самоил уже пакфует себе Актаринчик. Продолжает он спидпушит линию. Замечательная сочетаемость у Алхимика с Монтой Актарином. Все-таки он уменьшает кулданы абсолютно на все спилы. И Virtussov теперь нужно пойти поставить варды. То есть, во-первых, им нужно купить гем. Потому что они сейчас уже с Аегисом будут намного сильнее это раз. А так, слушай, а Рамзеса в миде напали и потратили ультимейт. Но разводят его сейчас на бокал. Но он не жмёт его. Просто пугают Рамзеса. У него есть Блайд Рэйдж. Да, у него есть Блайд Рэйдж. Он просто уходит в лес, начинает фармить крипов. Быстро отхиливается и развел шату демона на ультимейт. Тем временем, Артизи понемножечку подтягивается к Эзериалу. Да, у него фарм идет, конечно, не так быстро, как у Снайпера. Но Эзериалу у него скоро будет БКБ. Также появляется понемножку на Уана. Сумейл 2000. Сумейл... Это Кираса, что ли, будет? Шива. А, ну, Шива, да. Шива имеет, конечно, смысл. Так, Лил, ворваться! Как же реагирует-то, Артур? Кираса хорошо смотрится, когда у тебя в команде есть ещё один герой. Как, допустим, Луна, которая будет бить с руки. Но вот тут у нас Мирана, и она в основном носит магический демедж. И тот же Тимбер, он, как бы, кастер. Следовательно, Шива по любе. Да, 12-8 по-прежнему. Полчаса уже идет эта игра. После первого невероятно быстрого матча Virtus.pro собрались. Конечно, всегда есть опасения, что команда, которая проигрывает первую игру, настолько сильно может упасть по морали. Но Virtus.pro готовы играть до конца, готовы драться. Virtus.pro удивили своим драфтом. Да, да, действительно удивили абсолютно всех. Ну, это так и надо делать. Всё-таки это single elimination. Здесь каждый матч решает всё. И если, скажем так, проехались Virtus.pro групповые этапы, одну восьмую финала на своем домашнем запасе, то есть они играли, в принципе, то, во что они играют обычно, если у них было нормально, то здесь пора. Здесь пришла пора, и здесь уже надо показывать абсолютно всё, что ты умеешь. Абсолютно всё, что ты натренировал. И Virtus.pro сейчас это показывает. ЕГЭ. Алхимик покупает себе Шиву, и... ну, он почти готов. Дальше Аганимы. Да, конечно, в будущем он ещё может на что-то заменить Армлет, но пока Аганимы смотрятся слишком хорошо на героях ЕГЭ, и на месте ЕГЭ уже лучше вообще не уходить в драки. Делать только локальные вылазки в инвизии Мираны. Кого-то нашёл, убил, отошёл. Никого не нашёл, ничего страшного, продолжаешь спаймить иллюзии. Ой, там можно сейчас поймать на перетяжке Лила, но не успевает это сделать ЕГЭ. Virtus.pro идёт в атаку на Т2. Да. Дабл дэмэдж у Ноуана, Тавр упадёт моментально. Да, молнии — чудный выбор для Ноуана, поскольку очень много крипов у Чены, и все они будут умирать очень быстро. После этого иллюзия Алхимика, они также будут умирать, и Virtus.pro с Aegis могут идти на Т3. Это Т3! ЕГЭ надо идти сюда и защищаться! Появляется Бладстоуну и ДД. Очень интересно, ДД сейчас закончится. ДД сейчас закончится. Но, когда закончится, вышка уже упадёт, смотри. Есть глип, всё. Дабл дэмэдж пережили. И ручки Бладсикера — какой-то дэмэдж, ты смотри. Да, это неприятно. Угрмак, Бладсикер и Слардер. И ещё Аурадума. Жесть. Комбинация. Это весело. И действительно снайпер наваливает, мам, не горюй. Главное — не допускать до него. Такой необычный. Такой необычный. Гарпи, аштормодел — лучший грипп в доте. В принципе. Да, по идее, когда ЕГЭ купят аганим на Чена, то сплитпуш ЕГЭ усилится. Да, во-первых, и сплитпуш усилится. Во-вторых, ещё появится чудесный голем, который будет давать огромное количество хп Артизи. Ну там ещё Дракон, Ящерица. Ну да, да. Артизи оставляет без байбэка себя, но покупает Эзериал. Эзериал — это очень неприятная новость для, например, Лила. Потому что Лил будет погибать. Лил будет погибать 1600. Да, всё равно будет погибать. Ну и для Слардера неприятный момент. Он тоже будет погибать. У него особо артефактов на выживаемость нет. Вопрос в том, кого Артизи будет, скажем так, вписывать свой дэмэдж. Есть знаменитая страта Бей ближнего. Бей ближнего, да. Она обычно работает в доте, она обычно работает вообще везде. Ну посмотрим. Пока сплитит у нас Сумаил на нижней линии вместе с Крипами Зая. Ну а Нуван расстреливает Т3. Нуван расстреливает Т3 и Крит не может подобраться. Потому что всё-таки огромный рэнч. Да, но Сумаил, кстати, очень быстро тоже будет ломать Т3. И... Агиповц он успеет. Да, ЕГ разводит. Драться с Айгисом нежелательно. Очень не хотят, очень не хотят. И в Элджиниусе время ещё имеется. А у Сумаила, независимый у Сумаила, но Нувана. Сейчас Шрапнель закончится. Ну Тауэр-то упадёт, Тауэр-то упадёт, Тауэр упал. Теперь Барак и Нувана надо бить. Спокойненько зашли на хэграунд. Соло танкует лицом. Там Т3, кстати, тоже падает. Т3 падает. Гарпеш тормодил Крипы. Стан залетает Пашу. Нуван, БКБ. Нуван разменивает. Надо забрать Барак. Надо постараться как-то забрать Барак. БКБ закончится. Ну, Барак не успеет забрать, скорее всего. Хотя Нуван расстреливает со всей силой. Они вытягивают команду ЕГЭ. Там Т3 Тауэр тоже сейчас упадёт у команды Virtus.pro. Ой, 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 ой. Какая же ошибка грубая. Соло выживает. Артизи. Артизи расскажет по Соло. Соло погибает. Паша право за двоих. Барак надо добивать как-то. Там тем временем сумоил. Извините, сумоил. Юниверс пытается убить. Юниверс вы убили. Барак забрали Virtus.pro. Размен Соло на Юниверса. Барака нет. Стрела в догонку. Никого здесь ЕГЭ больше не поймает. Барак потеряли Evil Geniuses. Аэгис не выбили. Да, ошиблись ЕГЭ. Во-первых, они ошиблись. То, что Алхимик очень рано полетел на базу. И в это время не пушил низ. То есть на его месте было бы здорово побить всё-таки вышечку и каким-то образом заставить кого-то из Virtus'ов стянуться. Это раз. Ну и второе, то, что они отдали большую часть спилов Огармага. Это, скорее всего, не то. Лучше всего в такой драке фокусить снайпера. После того, как у него закончилась БКБ. Да, но вот здесь вот серьёзная ошибка. Очень много времени выиграл Огармаг. Как бы три героя в это время с ним развлекалось. Посмотрим, как напали на Тимбера. На Тимбера у нас был один. Его быстро разорвали и убежали. Да, неплохо, неплохо было сыграно. Ну и вот Universe, мы видим, немножко недоволен. Ноль помощи. Да, ему не помогли. Вся команда была в другом месте. А тут же Смоук от команды ЕГЭ. 13-9. Одного барака у них нет. Немножко миды не отпушили. Не очень хотят кого-то сейчас поймать. И в миде могут, в принципе, это сделать. Это может быть No-1. У No-1 только что пропала Эггис. У него есть БКБ. No-1! Пика на хайграунд и бежать. О-о-о-о! Стрела! Паша врывается! Просто дает стат по троим. Где же Рамдес пошел? Рамдес в БКБ. Ультимейт получил от Крита. Проблемы могут быть у Рамдеса. Рамдеса пытается софорствовать. Рамдесу надо как-то бежать. Рамдесу убегает. Паша опять рвается. Дает стат по всем Пашу. Здесь тредеры. No-1! No-1 с хайграундом! No-1 нарезает! Сумаила надо убить! Сумаила убивает! Это минус 2! Отлично! 2-2 раз. Рамдес умер. Крит тоже погибает. 3-2! 3-2 и Гемп! Выигрывают драку! Без подобной инициации от Паши. В очередной раз он летает по троим. В очередной раз Сикер успевает на всех развесить Саленс. При этом очень важно то, что он успевает повесить Рубтуру на Алхимика. И Алхимик в этой драке толком ничего не смог сделать. Ну, убил Сикера, но при этом сам погиб. Вот, смотри. Показывает Паптор. Как же тут стрелами его пролетел? Во-первых, вот по троим. Сталенс по всем. Все в итоге вынуждены убегать. Рубтура на... Алхимик и Алхимик. Да, рановато Монта Стайл езнул Алхимик. Но, в принципе, у него все уже было вкосновано до этого. Ну и Паша молодец. И в это время Снайпер с горочкой все это дело расстреливает. Да, Снайпера не зацепили эту проблему. Сейчас у него есть Скади. Его убить еще тяжелее. И поехала дальше атака от команды ВП. Не останавливаться ни на секунду. Надо быть осторожными. Есть. Развели на байбэк. Можно уйти. Не можно, а нужно уйти. Нужно убежать. Да. Не рисковать. Великолепно. Великолепно. В 15-12 в пользу Evil Geniuses. И эта битва продолжается. Супер интересный матч. Ииии сложно будет EG здесь отыграться. Очень сложно будет EG. Если до этого у них было большое количество вардов. И как-то они могли спидпушить Virtus.pro. То сейчас гемного гормаги решают любые вопросы. И если посмотреть, то вардов у EG на карте нет вообще. Единственное, как они могут выходить с базы, это допустим пускающие люди вперед. Или идешь в лобовую через мог. Отыграли, отыграли, отыграли. Все, Пашу поймали. Паша сам погибает здесь. Хотя Паша... Нет, все-таки досталось. Но это не страшно. Это не страшно. Могло быть и хуже. Могло быть и хуже. Да. Самое главное то, что Пашу убили до Рошана. Потому что он скорее всего успеет появиться, когда появится Рошан. Две минуты. Да, да, да. И в общем-то ничего страшного для Virtus.pro. А вот не надо отдавать Рошана теперь команде EG. Надо как-то завардиться. Две минуты пять секунд осталось. Тем временем... Я не увидел, что это. Это Шиво Дума? Да. Это Шиво Дума? Ух ты. Больше ауров. Илья великолепен. Смотри, как Артуру больно-то, а? Я бы на месте Дума еще какую-то керасу собрал. Потому что кераса для Virtus.pro это вообще бесподобный выбор. Тут как бы и снайпер больнее начинает бить, и быстрее он начинает бить. Ну и тот же Сикер от плюс армора... Минус армора, а так спида не откажется. Ну что? ВП впереди. ВП выигрывают. Крит просто выполняет роль живого варда здесь. Нашелся. Вообще... Смоука нету. Ничего не могут сделать EG. Вообще есть крипы Чена, то есть они могут за него эту роль выполнять. Как бы взял крипа, отправил туда, и если его убьют, ну и бог с ним. Главное, что крит живой. Шаду Демон на такой стадии слишком полезен Disruption. Да, мы видели, что Disruption, во-первых, во-вторых, ультимейт на Bloodseeker. Это то, что надо, то, что остановит его, то, что в принципе дает возможность выиграть драку. Сейчас EG рассредоточенный. EG слишком рассредоточенный. Может быть проблема. Там поймали кого-то. Поймали у нас Артизи. Зай тут же тп-шит его. Сетка пошла. Артизи. Артизи улетает отсюда. Ну и это минус Зай. Зай отдать. Зай свою работу сделал. Да. Дорошана минута. Успеет появиться Зай. Крипы... Крипы у него вообще есть? Крипы? Нет. Не вижу. Ну их не видно. Может быть где-то есть. Ну что же. Может быть ему уже говорят, хватит забирать наших крипов. Лучше мы их пофармим. А то так их фармит Виртуспромт. Надо бы... Надо бы сейчас команде EG как-то подготовиться к выходу на Рошана. Они это прекрасно понимают. Но это очень сложно сделать. Скади у Сикера. Скади у Ноуана. Но очень много хп у них. И это огромный плюс. Очень много замедления. Да. Очень много замедления. Тоже не стоит забывать в драках. Как с другой стороны перемещается довольно быстро. Юниверс например. Но Сайленсы... Сайленсы еще имеются. Сайленсы штука хорошая. Да. Лотус на себя можно конечно повесить. Есть первый Аганим. Для Чена? Для Чена думаешь это важнее? Ну если они будут спит души-шить... О! Хорошо. А это что сейчас было Артур? Это... Загулял. Это все что было Артизи? Загулял! Ааааа... А-а. И EG забирают Рошана... Ой, Virtus.pro забирает Рошана и Virtus.pro идут сносить просто вторую сторону. Артизи! Ну блёд! Ошибается. 38-ая минута. Вот. По поводу Аганима как бы... Ну если и дальше EG будет спит пульт и они не собираются драться. то, по идее, как-то на чине смотрится он поярче, потому что ты берешь древних крипов. Эти крипы с большой вероятностью будут жить, но нет, он всегда дает ему универс. Ну, бача крама – это тоже хорошо. Но не по думам, не по думам. Как бы он чуть ли не каждую драку бегает в Думе и посмотрим. Да, да, Дум для него это страшно, там, Сайланс Сикеры – это не страшно сбрасывается, а вот с Думом, конечно, тяжело. Вот для темеров в такой ситуации вообще лучшее, что можно собрать, это кого-то попросить собрать Линкенсферу, может быть, даже самому собрать Линкенсферу, и после этого обязательно купить БКБ, чтобы в драке можно было бегать под БКБ Линкенсфер. И как бы тут уже придется отдавать либо минус армор Славдера и ультимейт Думу, так, чтобы они это делали по очереди, чтобы сбивался Линкенсфера, а потом можно было повесить Дум, либо какой-то Сикер вообще вынужден будет отдать ультимейт, что тоже очень неприятно. Ну что же, пять очень тяжелых минут сейчас ждут команду Evil Genius. Пять невероятно сложных минут. Как же сложно будет им сейчас отбиваться. Терпеть против снайпера – это как против Шаду Демона. Что один, что второй убивает Тест расстояние. Да, и снайпер сейчас будет расстреливать Т3. Ну, как с этим драться, непонятно. Сплит-то иллюзиями не работает. Надо дважды снайпера постараться убить. Надо кидать иллюзии Шаду Демона прямо сейчас. Он почему-то тормозит. Как бы вот, подошли они бить, ведь делаешь иллюзии и Алхимик, и посылаешь их. Он их не использует. Ну вот смотри, Крипы быстро умирают. Пока Крипов нет, у Вертус по Крит. Иллюзии Сноуана, неплохо. Слардар врывается в двоих, но слишком далеко. Проблема у Шаду Демона. Он, скорее всего, погибнет. Есть Геос Септер. И ТП Ау делает отсюда Шаду Демона. Иллюзии-то как наваливают по Ноуану. Ну, бьет, убьет Шаду Демона. Сейчас Ноуан. Шаду Демон, да, умирает, умирает, умирает Шаду Демон. Сам Ноуан кушает сыр. Сам Ноуан кушает сыр. Но нету Шаду Демона, это очень важно. Это невероятно важно. Ультая Сикера минус. Ультая Сикера минус один. Прыгает Лил. Лил, задумал у нас Юниверса. Ну и надо драться. Артизи раздал демэдж. Артизи раздает демэдж. И Артизи, Артизи, два живой. Артизи пытается сел, ТП Аут, убили Дума. Дума уже расконсовался. Надо просто бежать. Так, Артизи умрет. Артизи умрет. Артизи, Артизи встанутся. Но Артизи расстреливают. Его не могут забить. Только сейчас Ноуан добивает Артизи. Артизи тут же делает байбэк. Трака пошла. Да, это уже минус три в исполнении команды Билджинистов. Сумаил идет до конца. И НОВАН, НОВАН. Здесь уходит ТП Аутрам. За это никто не отпустит. Это минус четыре в исполнении ЕГЭ. Ну, на два байбэка они их развели. Ультра килл Сумаил. Ультра килл, да. На два байбэка они их развели. Возможно, они забежали слишком далеко. Потому что им просто нужно было бить Тауэр. Просто убивать здание. Вместо того, чтобы бегать за Артуром. Вот можно посмотреть то, что, в общем-то, Вертуса в небольшом минусе. И, возможно, огромный плюс в том, что байбэков у двух героев ЕГЭ теперь нет. Да, ВП хотя бы не тратили деньги. Да, прям совсем минус, как это сделали ЭВЛ Джейнглес. Но, понимаем, ультра киллом Сумаил отыгрался. Если бы они продолжали держать позиционочку и просто без здания, то они бы с большой вероятностью заставили ЕГЭ идти на них. А там уже и ультимейт Сикера, там уже и Сталтер держат дистанцию. И тогда все смотрится намного лучше. Самое главное, что остался Эггис, по-моему, Дим. И надо его еще раз попытаться реализовать. Надо вообще стараться, чтобы снайперы били. И тогда получится его реализовать. Что Артизи байбэк, зай байбэк. Да, как я и думал, как бы Кираса после Армлета. Ну, как бы Армлет нужно на что-то заменить. И тут, в принципе, вариантов немного. Слишком много минус Армора Виртусов. И теперь Кираса на Алхимики зайдет после Шива, естественно. Блингдаггер появляется северением у Юниверса. Хочет он держать расстояние. В драке, опять-таки, он получил Дум. Это абсолютно логично. Когда ты получаешь Дум на этом герое, выгоднее всего пойти очень быстро умереть и выкупиться. Смотри за место. Как бы побежал Алил, побежал Соло, побежал Нуван, побежал Паша. Еще не получилось у него дать стану. В итоге все побежали. Все пытались убить Артура. И тут врывается Алхимик, у которого висит Эсид Спрейт. Тут еще бегает иллюзии. Все это, естественно, умирает под Шивой. И это действительно была ошибка. Лучше бы они просто убили здание. И убежали, когда сделали байбэки. Идеальный раствор. Ну, ЕГА пока живый. ЕГА пока живый. ЕГА по-прежнему очень-очень сложный. Вилджиния, Сосна... Будут драться. Будут драться тут злые гении. 43-я минута игры. Ну и по-прежнему преимущество имеется у Виртуз Про. В первую очередь за счет того, что нету одного барака. В первую очередь, потому что у них очень-очень мощные Снайпер и Влад Сикер. Да, у Алхимика теперь нереально крутые иллюзии. Как бы вот когда он уже собрал полный ступовой набор. Это и Шива, который, естественно, полезнее Кираса. Потом еще Кирасу, но потому что толком-то брать тут особо нечего. Он больше себя позиционирует не как дамагер. Ну, он дамагер только в том случае, если ему дадут подойти. В первую очередь дамажит нас Мирана. Тимбер издалека. Но Алхимика, естественно, танкнет на передовой. И вот так вот он будет бегать и развлекать Виртуз Про. Ты знаешь, у Мираны 14 тысяч нетворца. Но дамэдж она вносит просто какое-то лютое, невообразимое количество. Там Дум ее догоняет понемножку. Но Лила основная задача здесь раздавать все-таки. Дать Шиву, дать Дум. Дальше уже дело такое. Да, Тимбер покупает себе блинг. Нормально. Так, был уже блинг. Опять продал, купил. Ну, теперь, может быть, получится у него. Куда он на байбэк сейчас у Артура? Если они его убьют, они выиграют эту игру. И они это прекрасно понимают. И Аегис все еще есть. Аегис все еще есть. Они успели. Они успели до пропажи Аегиса что-то придумать. Ну, мы не знаем, сколько времени конкретно осталось до пропажи Аегиса, но очень мало. Летит, прилетел Кираса Рамзесу. Да, теперь пауэром ровно. Да, 20 секунд осталось. Осталось кому-то взять Владимир у ЕГЭ. И все будет ровно пауэром. Так, помню какую-нибудь Чену. Ну, у Дума может быть какой-то волк скушен, чего. Ну, хотя у ЕГЭ могут быть крипы. Да, у Чена могут быть крипы. Здесь все возможно. Побежали и вылжение со своей базы. Кого-то будут пытаться поймать. Здесь Соло. Соло не боится. Да, это фейсчек. Даже если его поймают, это не проблема. А вот если Дума поймает, Дума поймали. Дума надо очень быстро убить. Надо очень быстро убить. Ноуан далеко! Ноуан далеко! Ноуан очень далеко! Ноуан БКВ обключает. Ноуан погибает без файлбека. Паша съезжим. Птайс от Расса. Есть подхил от Чена. Дум залетает с лишним боссом. Универс еще и в Сайленсе. Расстреливают Лила. Соло пытается Драсса до конца. Универса очень долго пьют. Универс раскастовался уже давно. Рамзес остается один. Здесь против толпы. И Рамзеса тоже разваливают. Команда Evil Geniuses. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какая ошибка от Нууана. Ай-яй-яй-яй. Остается один Соло. Соло должен у Хайти Соло тпшечка есть. Он мансит, забегает. Артур, если... Нет, не убьет. Ну, вообще, Виртуза мысли логично. Они поставили Угрмага так, что, как бы, по идее, должны были идти на него. Потому что его было видно. Он стоял на горочке. Да, но... ЕГЭ оказались хитрее. Они просто решили обойти. А Эдис пропал секунду назад. Секунду! И Ноуан покупает МКБ и тут же погибает. ЕГЭ словили идеальный тайминг. И самое главное, что они просто обошли Огрмага и зашли в спину. Чен вовремя выхиливает. Соло прибегает вовремя. И всю драку пытается сфокусить Юниверса. Который уже в Думе. Который, в принципе, уже мертв. Ну, тут проблема то, что перед ним стоит Алхимик. И Алхимик, он тоже плотный. У него там большое количество армора. Он, как бы, тоже будет жить. И Бараки падают. Байбека нет у двух основных героев команды Virtus.pro. Сносит вниз команда Evil Genius. И Т2 Тавер стоит в миде. Скорее, вся сторона все-таки упадет. Ну, хотя, хотя есть лист. Где Алхимик? Почему он не бьет? Он фармит Аганим. Он фармит Аганим, который сейчас достанется Чену, скорее всего, либо Шедоу Демона. Что еще страшнее? Он мог Барак снести. Сложная игра. Слово, очень сложная игра. Невероятно сложная для второй команды. Тут одна мини ошибочка может все искать. Кому отдал? Кому отдал? Аганим. Голосую за Ченом. Крепы нереально сильные у Чена. Там Голем дает тебе большое количество хитпоинтов. Я голосую за Шедоу Демона. Ящерицы тебе дают очень много демеджа. Я голосую за Шедоу Демона. А это Шедоу Демона. Эх. Этот, это Шедоу Демона. Шедоу Демона за Аганима. Как же они не любят Чена? Зай и так справится, считается. Сумрила говорит, Зайчик, давай. Ты супор с шестой позиции. Иди. Ну просто в такой игре, когда все решает Аура, мы видим то, что Виртуса, они это понимают. Они собрали и Барабаны, и Владимир, и Кирасу, и Шил, потому что Аура дает существенный баф в замесе. И те же Крепы Чена, они дают очень много для ЕГЭ. Какие-нибудь драконы взял. Дзял там трех драконов, и они стакуют на Теармор. Очень сложная ситуация сейчас для команды Виртус Про. Ну а Evil Geniuses, Evil Geniuses тоже пока еще далеко не выиграли. Два Аганима раздал Алхимик, именно поэтому у него 32 тысячи на Творца, а не 40, как должно в принципе быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну уже минсклики пошли. Ну как бы 46 минута. Это нервы от Романа. Да, одна сторона, допустим, один барак. Это уже ничего страшного. Как бы довольно-таки легко отыгрывается. Следовательно, сейчас уже все будет решать Рошан и танцы на Рошане. Сейчас минута без БКБ у Рамзеса. И минута 25 до Рошана. Дабл дэмэдж у Артизи это вообще печаль беда. Но он очень больно будет бить, если доберется. 47 минут игры за нами. Напомню, 1-0 в пользу ЕГЭ. Команда, которая проиграет эту серию, вылетает из турнира. Команда, которая выиграет, сыграет завтра в полуфинале против победителя. По мнению многих, это две сильнейших команды турнира. И они заслужили того, чтобы встречаться. по-моему, на этом турнире все очень сильно недооценивают ОГ. Вот никто не говорит про ОГ. Даже голосование сделали и ОГ там на каком-то пятом месте. Блин, ну, я согласен. Дим, обрати внимание на сетку от FINEM против LGD Forever. Хорошая сетка, легчайшая. Это лег... Топ-2. О, ой, 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 далековато забежал Крит, пошел замес. Крит, срязься, выиграет время. Артизи запрыгнул, начинает выдавать демэдж. Расстреливает, расстреливает, Universal, Лил, хорошо ворвался, Лил, надо кого-то заткнуть. Лил, неплохо сыграл, сам себя не заткнул. Это самое главное, самое главное, что проблема сейчас у Сумаила, и он погибнет. Сумаила и Зая разменяли на двух саппортов. Снайпер, снайпер весь замес, просто стоял и тунелил всю команду ЕГЭ, под ручками Bloodseeker, под шрапнелью, демэдж, пожалуйста, я умоляю, покажи нам демэдж, посмотрите, и нажми. Снайпер очень много, наверное, много, короче, вот там 9 тысяч демэджа, вот если посмотрите, снайпер как половина команды. Заставить выкупиться Сумаила, надо. Его игнорировать нельзя, то есть, если есть снайпер, на него нужно, просто Новый год какой-то для команды Virtus.pro надо или забрать Рошана, или завести, или развести на байбэк. Прошу прощения, не завести, развести, конечно же, на байбэк, начинаем и мы заговариваться, невероятно, невероятно сложная игра и для комментирования, и для того, чтобы в нее играть. Снизу падает, тем временем, бараки. Есть партификейшн, точнее, не бараки, а бараки вот сейчас будут падать. Да, будут разводить Сумаила на байбэк, Сумаила надо уже выкупаться, потому что вторую сторону терять не хочется. Есть сюда ТП. Пока пытаются, пытаются. Как там? Не хотят рисковать. То есть, если они сейчас зайдут на базу, если они разведут на байбэк, они могут не уйти. Мирана прыгает, Shadow Demon своим ультимейтом замедляет, тут же Алхимик, он очень быстро носится, ну и Тимбир, а куда-то от него денешься. Да, Рошан, правильная идея. Абсолютно верная идея, минуты еще не будет Дума у Лила. Снайперу очень хорошо заходит Аегис, потому что как бы ты можешь подойти, ты можешь выложить Травела, ты можешь взять Аегис и просто стоять расстреливать, потому что как бы если до тебя дойдут, ты все равно вряд ли убежишь. А так ты берешь Аегис, тапочки, кладешь курицу и идешь. Пусть как бы и медленно идешь с одной стороны, но все равно идешь. Вот Травела как раз таки выложил, послушал тебя No One и No One по Нейтворцу обгоняет Алхимика сейчас. Да, это уже, кстати, серьезная заявочка для Виртузов, как бы, снация, который обгоняет Алхимика, он поопаснее. Да, Рамзес продал сейчас Мидас и покупает себе Баттерфляй. Да, он свое дело сделал в этой игре. Теперь Алхимику еще нужно будет гетто рисовать МКБ. 50-ая минута игры. Виртуза в отличной ситуации. Ну вот мы видим официальный твиттер MP пишет в ЕГЭ, давайте, мы болеем за вас. Вот такой маленький оптоп, то, что хорошая сетка для 10-ти, кто бы мог подумать, что за второе место ты будешь биться с Энви и с ВГЮТ. Нет, там от Кинем от Кинем против LGD про вариант. Так, так, хайграунд. На байбэк не развели. Тут же Инвиз от Патмы. Но Юниверс не особо печалится. Юниверса расстреливают. Юниверс очень больно. Аркизия нанес много демэджа. Есть еще и у нас проблемы с Иллюзиями. Ну, она пытается убить. Лил, много демэджа получил. Сайленс слишком далеко побежал у нас Тумаил. У Сумаила есть байбэк. Не забывай. У Сумаила есть байбэк. Эггис разменяли на байбэк. Это Рамзеса замедляет. Ой, Рамзес, кстати, далековато побежал. Рамзеса, у него нет БКБ. Надо быть осторожным. Рамзесом врывается. Паша пытается спить Артизи. Артизи тоже выкупится. Артизи моментальный байбэк. Продолжается драка. Забрали уже троих героев. Разменяли только на Пашу. Соло. Соло дерется до конца. Бафает он Нувана. Нуван должен расстреливать. Нуван не подпускает никого. Вот иллюзии. Проблема. Убила Лила. Нуван, Нувана без ничего. Нувана тоже убили. Догоняет Соло. Соло тоже погибает. Как же они их разбили на байбэке. Как же они четко все сделали с байбэками. Devil Geniuses должны сейчас идти и попытаться выиграть эту игру. Потому что у двух саппортов нет байбэка. Точнее, не у двух саппортов, а у Паши и у Огрмака. Ну, по сути, Пашу мы можем называть здесь саппортом, потому что здесь все-таки герои третий, даже третий с половиной позиции играет Лил. Егэ идут в атаку. Егэ идут в атаку. Ой, 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 Рамзес, нельзя умирать, нельзя умирать, нельзя умирать, и в любом случае байбэка нет. Рамзес, нельзя, Рома, Рома, нельзя, ПКБ бежать. Живет, живет Рамзес, живет Рамзес, живет Рамзес. Мы играем. Мы еще живы. Четыре финала продолжает. Стэдбал упал, байбэк надо делать снайперу. Байбэк надо делать снайперу. Пятером против четверых будут рады, потому что скоро появится Паша. Уйти. На месте, где нужно уходить. Пусть это даже и байбэк снайперы, ничего страшного. Байбэк остался только у Зая. Да, ну, по-моему, у ЕГЭ сейчас такой ситуации, что им нужно просто сидеть и ждать в очередной раз все байбэки, потому что... Либо поймать. Либо поймать как-то на Варде. Либо поймать условного Нувана, либо Рамзеса. А Верту Са это опытные, ребята. Они так простят их на Варде не поймут. Верту С роток, чтобы были в 70 хп от проигрыша игры. Если бы Рамзеса добили, все. Ой, 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 ЕГЭ идут нападать. Да ладно, я не верю, что они просто пойдут. ЕГЭ идут нападать. ЕГЭ идут нападать. Если поймают Лила, либо Нувана. Не-не-не-не-не. Я все, я уже стал. Я не могу сидя так репетировать. На месте Вирту Са вообще не слезал бы с Рампой, до тех пор, пока ты не увидишь, где находится ЕГЭ. Потому что очень много вариантов, как ЕГЭ могут начать драку. В тебя может залететь Альхимикс Банк. В тебя может залететь Стрел Ап на 4 на 5 секунд. В тебя могут зайти вообще вся команда под Эдвизом, напасть на снайперы. и позиционочка для Виртус Про это самое главное. Ну что же, надо немножечко нафармить Рамзет. Тысячу голды надо. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо это не Мумшарт. Ааааа!!! Шит получился серьезный! Ну что? Логично, если он умрет, то байбека у него нет. Легкий all-in и идти теперь бить Rambo. LATMEL Suma'ил! Рапира появилась в Нунчика! Вместо чего? Интересно, он возьмёт баэдмэр? Вместо манты, возможно. Вместо тревел-у? Ну ладно, окей, пусть будет. На топе крепы тем временем распушивают Т3. Ну и вот он, Нунчик спалил свою рапиру! Ну, как бы, им сложнее будет с этой рапирой. Да, мне будет сложнее с этой рапирой. Они, конечно, сильнее в Замесе, но... Драться им только на Рошане. Только на Рошане или на своей басе. Эта игра понемножечку становится легендарной, господа. Эта игра, однозначно, на ютубе будет с приписочкой must see. Несмотря на то, что первая карта этой серии была, в принципе, однокалиточной. Но вторая карта уже, уже смотрится как один из лучших матчей, которые когда-либо были на турнирах от VEL. Наконец-то! Начинают покупать Игель, и Кенсюер, наконец-то они к старту! Ой-ой-ой! Далеко-далеко, все далеко, все далеко! Снайперу спел в ВКБ! Тут же Зумаил ворвался в треку! Забрали, собрали снайпер! Снайпера нет вайвайка! Артизия расстреливает стол! Пытается тратить у Романа до конца! Роман до конца! Роман дерется до конца, но его скорее всего убьют! Романа тоже убили! Стой секунд, ритуал не будет в этой игре! Стола поймали! И GG, WFB, EVIL, GENIUSES выходят в полуфинал. Вантон Мейджора, где сыграет с победителем пары WG Unity или OG. Американцы дома слишком сильны. Браво. Да, ну и в последней драке произошло именно то, о чем я и говорил. Если вы выйдете из базы, если вы начнете бегать по лесам, если вы начнете заходить туда, где вам очень тяжело держать свою позиционочку, то вас очень легко поймать. И это именно то, что сделал Крит. Прошел мимо всей команды, нашел снайпера, кинул на него Disruption, кинул на него Ultimate и снайпер рассыпался. За пару секунд. Ну что же. Они заслужили. Они заслужили. Это действительно великолепная игра EG, что позавчера, что сегодня. И ты знаешь, я очень не хотел сегодня говорить эту фразу, но осталась последняя надежда СНГ. И опять это Роман. И опять это Роман. Я нельзя ничего сказать плохого про Virtus.pro, потому что они молодцы. Да, я просто скажу, ставил EG на первое место. Считал, что Virtus.a при хорошем раскладе убьют всех, кроме EG. И EG это единственная команда, которая их смогла бы одолеть. И так получилось то, что они просто встретились во втором раунде. Кто бы мог подумать. Да, Virtus.pro молодец. Продолжение следует.